И в минувшие выходные в Запорожье прошел первый этап ежегодного международного автомобильного фестиваля Драгрейсинг Украина. Самые быстрые автомобили со всей страны и ближнего зарубежья соревновались на взлетной полосе аэродрома в селе Широком. Подробности в нашем сюжете. Драгрейсинг. Гонки на ускорение по прямой дистанции на расстоянии до полутора километров. Уже четвертый год подряд село Широкое Запорожской области становится самым популярным местом для любителей скорости и адреналина. И в этом году здесь собрались тысячи зрителей, чтобы посмотреть на самые быстрые автомобили. Гости фестиваля отмечают, это место выбрано не случайно. Запорожье это столица автомобилестроения, авиастроения. И я считаю, что есть большой символ, что эти соревнования проводятся именно у вас. По словам организаторов, это самые масштабные гонки на ускорение в Украине, как по количеству зрителей, так и участников. В этом году больше 70 машин из разных городов нашей страны и несколько из стран ближнего зарубежья подали заявки на участие. С каждым годом становится все больше, несмотря на кризис. Все-таки это очень дорогой вид спорта. Приехать подготовить автомобиль это 2-10 тысяч долларов. Несмотря на внушительные суммы, участники признаются, готовы вкладывать в свои машины и больше. Ведь для них гонки это жизнь. Драгрейсинг, понимаете как, это кажется короткая дистанция, вроде прямой участок, никаких извилин, ничего. То есть можно, понимаете, там целая жизнь проходит. Если купить просто машину, и просто на ней ездить, неинтересно. А если ее собрать своими руками и потом показать какие-то результаты, это довольно-таки более хорошо. В перерывах между заездами публику развлекали ведущие, которыми в этом году стали Василий Веростюк и Егор Крутоголов. Сладкая парочка, как окрестили себя они сами, не раздумывая приняла приглашение организаторов. Я обожаю все, что громко рычит, быстро ездит и сильно воняет. Волновала всех присутствующих только погода. Но и она не подвела. Мы с Егором в любом случае не хотели бы намокнуть, потому что мы солоденькая парочка, и мы можем расстануть. Призовой фонд, а это 82 тысячи гривен, в разных номинациях разделили участники из Донецка, Харькова и других городов. Запорожье отличилось только в одной номинации. Помимо гонок, зрители могли посмотреть выставку ретроавтомобилей и мотоциклов. Старинная мототехника была представлена из коллекции Моторсичи. Продолжение следует...